Ассоциация Больших Городов И, может быть, по-вашему, как вы видите, в чем ее суть и, главное, в чем ее необходимость, на ваш взгляд? Наше мнение такое, что сперва надо ее разработать, чтобы было ясно, о чем мы вообще говорим. На данный момент у нас есть и в государственном уровне тоже такая отдельная, у нас есть более чем 30 разных методов, как смотреть карту Латвии. Например, полиция смотрит в одну карту, скорая помощь смотрит вообще другую карту, и самоуправление у нас тоже вообще по другой карте идет. И это наш разговор с министром был в прошлой неделе, и мы услышали, что министр хочет делать. Это сперва то, что надо смотреть не только самоуправление, а надо смотреть и государственные службы. Это все должно идти вместе. То, что надо делать, надо пойти, чтобы было самоуправление посильнее. Это мы с министром в одном уровне думали. Ну и, конечно, то, что там еще надо много-много поработать, это ясно. А чем эти карты различаются? Может, не поясните нашим телезрителям, кто не понимает? Отличаются от того, что, ну, например, у нас есть карта полиции, там, ну, например, есть там, пример такой. Ну, Дуабелла, Елгава, там, и этот один регион, да? Может быть, у скорой помощи, ну, которым они работают в Замгале, у них эта карта еще Кулды и Гайякопелс в этой же карте. Это у них называется Замгала. Вот такая разница. Ну, вот, с управлением у нас тоже. Ну, сейчас министр предлагает там 16 округов предлагает. Ну, это правильно-неправильно. На наше мнение, то, что министры сказали, любое решение принимая, нельзя забыть о том, что нельзя остаться ни одна такая точка в Латвии, которой какой-то человек недоступен, там, ну, например, есть какая-то проблема у дороги. Дорога не сделана очень часто, или когда социальная помощь нужна, очень часто человек, первое место, где он идет, это сам управление. И рассказывает свою там беду, что у него случилось, там, надо ребенка в школу отвезти. Все проблемы сперва решает сам управление. Они не идут в министерство или где-то выше. Сперва сам управление. И то, что мы считаем, что любую реформу делая, надо быть, нельзя забыть ни одну точку в Латвии, чтобы не было белые пятна, чтобы там везде был доступен какой-то уровень с какими-то, ну, этими поколпоями, ну, услугами. Удастся ли избежать этих белых пятен с учетом того, что если сейчас мы имеем 116, то есть разделение идет территориальное на 116 округов, а планируется сделать 16? Если я ошибаюсь, поправьте. На данный момент 119. 119, но предлагаю 16. После нашего разговора уже думают про 30. То есть там тоже что-то изменяется, но то, что мы решили, это то, что надо побольше разработку еще, чтобы был анализ предыдущего, предыдущей реформы. И то, что, ну, эту цифру называть, на данный момент это неправильно. Ну, 16 или 30, даже после того, как мы обговорили там, что, может быть, делаем 9 плюс 21, это на данный момент еще не решение. Надо очень четко знать, что они делают, какие у них полномочия, и эти все вопросы надо поставить на бумагу и тогда рассматривать. И тогда только будет ясно, как будет это относиться к жителям конкретных мест. Ну, вот предыдущая реформа была осуществлена 7 лет назад, и, как мы все понимаем, это такие серьезные, фундаментальные изменения территориальные. Ну, вот что получается? Ведь такая реформа не должна так часто, по идее, проводиться. Это говорит о чем? О том, что прошлое было как-то некачественно проведено. Почему вот раз в 7 лет теперь будет что-то меняться? Ну, надеюсь... О чем это свидетельствует? Надеюсь, что нет, но есть то, что мы видим. Очень много людей уехало из Латвии, очень много такие, ну, более пустые места в Латвии остались. Очень люди часто уезжают именно в больших городах, где есть работа, можно учиться, то есть высшее образование. Все эти факторы, ну, как-то меняют эту карту Латвии тоже, но есть то, что нам Министерство оригинального развития показало, что на данный момент уже есть около 40 самоправлений в Латвии, которые уже не живут столько людей, чтобы их вообще назвать самоправлением. Эта картина так сильно изменилась за 7 лет? В том и дело, что, ну, эти определенные факты, ну, то, что принять решение, там, закрывать какие-то самоправления, на наше мнение, тоже неправильно. Конечно, надо думать так, чтобы... Это опять вопрос про этими белыми точками, чтобы... А нельзя быть такие места, где, ну, если там не живет 4 тысячи людей, может, там и живет тысяча людей, Ну, для этого тысяча тоже должны быть какие-то услуги, которые, ну, чтобы они нормально могли там жить, чтобы были доступны. Телефон на прямом эфире 67200-232. У нас есть первый дозвонившийся. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Так. Добрый вечер. Слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Я здесь по поводу... Вы не слышите меня? Мы вас очень хорошо слышим. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Я по поводу новых властей... Да, да, слушаем. Я говорю, я говорю, вы не слышите меня? Слышите? Слышим. Ну, вот. Насчет властей, тут говорили, что будет где-то 19 или как-то тут объединять. А почему не подходит, как будто старый вопрос, когда у нас были районы в республике, ну, теперь, скажем, в государстве, да? 26 районов, и у нас уже есть районные центры, в принципе, у которых есть все, ну, все, что надо для наших жителей. И поликлиники, и больницы, и там полиция, и все обслуживающие заведения. Спасибо. Вот мой вопрос такой. Почему не подходит, скажем, этот 26 районный? Ладно, если не нравится вопрос район, то есть название район, мы его можем назвать округом, округом. Да, спасибо, спасибо большое. И тогда, по-моему, это же будет намного легче решить, потому что основа уже есть оставшаяся. Ну, вас поняли. Спасибо за вопрос. Суть ясна. Да, 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 очень хороший вопрос, и тем более, что один из наших бедри, один из мэров одного города, когда-то и был руководителем такого района, и он очень хорошо знает эту ситуацию. И там вся суть не то, что сделать какой-то там большой район, а суть в том, какие у него полномочия, что он может делать, какую помощь он может, о чем он отвечает. Он отвечает о всех школах, о всем районе. Это самый большой вопрос, и он на данный момент еще, ну, как бы не отвечен. Министр тоже нам сказал, что какое-то время будет подробнее расчет про это, что именно будут делать эти округи или, ну, любое решение будет принято. Ну, мы договорились так, что и надо поехать на этих местах, так же, и не только так со всеми вместе поговорить, но министр будет ехать в Лепа, в Елгаву, и в Алмир, в Энспилас будет ехать и отдельно смотреть отдельные ситуации, потому что, например, ну, Елгава уже был когда-то центр у такого региона, когда было 26. Ну, а там опыт все еще остался, и эти все вопросы, и тогда будет рассуждаться. И, думаю, в начале следующего года уже министр планирует уже более конкретнее выступать. И, ну, мы, как бы, все вместе дали ему вот такое, ну, чтобы у него удалось эту работу сделать, такая большая работа, которую он сейчас делает. Не так давно, 2 декабря, состоялась большая встреча мэров больших городов, а также министра регионального развития Каспарса Герхердса. О чем они говорили и каким выводом пришли? Ну, о том и говорили, там просмотрели эти округи, которые на данный момент проговорили то, что, ну, 16 на данный момент, это нельзя вообще говорить по каких-то там числов, там, 16, 20 или 30, или там, это нельзя называть такие цифры. Надо смотреть про конкретные полномочия, конкретные места. И далее, ну, Каспар и Герхердса, конечно, сказали, чтобы работал дальше, поехал в городах отдельно поговорить еще, в том числе в больших городах. И, ну, на данный момент мы решили, что направление правильное. Направление правильное. Ну, если вот подойти к этой теме не так формально, а вот, может быть, в таком более человеческом плане, простые жители Латвии от этой реформы выиграют, вот что изменится для них, для нас, для просто жителей Латвии? Ну, конечно, самый главный вопрос, чтобы качество услуг с этой реформы, ну, повесилось, но чтобы... В каких сферах оно, в каких сферах коснутся эти изменения? Ну, например, ну, это уже эти детали, ну, например, я знаю, там, чтобы можно было взять на работу, там, хорошего юриста, который бы мог сделать, там, ну, работать над такими большими проектами, там, дороги, дороги, чтобы было... Еперком сделать таких, ну, более высокие качества IT-специалистов, чтобы можно было взять на работу, там, такое, такое маленькое, маленькое месте. Они просто не могут, ну, как бы, заплатить заплату для таких высоких работников, которые могли решать более сложные вопросы у жителя. Маленькое место тоже может быть сложные вопросы, там, ну, качество зависит от заплаты, если он, там, более качественный человек, он просто уезжает оттуда. И там, там, получается вопрос, ну, конечно, и денежный вопрос, ну, если у него будет, там, больше денег, он может, там, лучше, там, школу содержать, лучше, там, дороги сделать, ну, в своей территории, ну, то мы жителям этот бонус, ну. Давайте поговорим о бюджете на следующий год. Для самоуправлений он благоприятный или не очень? Ну, на следующий год мы смотрели, там, ну, многие вещи, но самые большие были, это то, что реформа заплат педагогов, ну, в принципе, если мы смотрим так, просто на цифрах, так получается, что самоуправление получает такой довольно большой плюс. С другой стороны, на самоуправлении должны эти деньги, ну, заплатить, ну, не чтобы думать о развитии города, а чтобы выровнять эту разницу, которую доплачивает государство, и чтобы всем учителям была, ну, такая, ну, заплата на одном уровне. Там была такая возможность, что получается, что одни учители получают одну заплату, а другие делают, в принципе, то же самое, но получают другую заплату. Но чтобы эту разницу сделать такую корректную, ну, это о справлении с бюджетом, там, ну, как у кого, ну, довольно большие деньги, там, ушли на этого. Ну, конечно, то, что мы всегда думаем, надо и оставить какие-то деньги для развития городов, ну, это более важный вопрос. Ну, также мы, у нас есть договоренность с премьером, что в следующем, уже в следующем году мы рассматриваем все налоги и отвеглоем их, которые есть у налогов, ну, которые зависят на данный момент. У нас более, больше, чем 800 миллионов евро каждый год мы отдаем у людей обратно. Наш вопрос с премьером был такой, кто-то ли когда-то рассматривал, кто получает эти все скидки и получает ли те, которым их точно надо получать. У с управления очень такая конкретная система, там не может прийти какой-то человек, которым очень хорошие доходы, получить там большую скидку своими налогами. Такую социальную помощь получает тот, которому нужна социальная помощь. На данный момент у нас очень, очень много всяких вариантов, как получить от бюджета обратно денег. На налоги доходов 800 миллионов каждый год бюджет отдает обратно. Ну, если мы на местах смотрим, тогда эти моменты, когда человек получает эти деньги, тогда это не тот, на наше мнение, человек, которому надо эту услугу. И наша одобренность такова, что мы в следующем году пересматриваем все и смотрим точно так, чтобы было тем, которому надо. Ну что же, благодарим вас за беседу. Виктор, напомним нашим телезрителям. Мы сегодня обсуждали тему территориальной реформы. У нас в гостях был исполнительный директор Ассоциации больших городов Латвии Виктор Свалайны. Продолжение следует...